Генеральный спонсор службы новостей город сеть аптек аптека для бережливых Заботьтесь друг о друге, как аптека для бережливых заботится о вас Здравствуйте, в эфире первого городского службы новостей город в студии Алексей Колодкин Чем запомнилась эта пятница калининградцам и что больше всего обсуждали в городе? Узнаем в ближайшие 20 минут Ну и вот о чем пойдет речь далее В Калининграде продолжает массово эвакуировать людей В пятницу поступили сообщения о заминировании БФУ имени Канта Обеспечивать безопасность калининградцев к чемпионату мира 2018 будут роботы О чем еще говорили во время визита главы МЧС России А вот насколько готовы стадионы для тренировок футболистов сегодня проверил Александр Гирошук Дни снова кадровые перестановки, кто занял пост министра здравоохранения Пешеходная зона и парковая аллея в центре города планируют сократить автомобильное движение Партнер рубрики тема дня группа компании Ваш Ломбард Ну и главной теме дня В Калининграде продолжается массовая эвакуация людей В пятницу днем студентов, сотрудников и посетителей эвакуировали из всех корпусов и общежитий университета В пресс-службе и ОМВД сообщили, что экстренные службы поступил звонок о бесхозном предмете После проверки ни в УЗИ, ни в общежитии взрывчатку не нашли Напомним, накануне по Калининградской области прокатилась массовая волна эвакуации В полицию поступило около 40 звонков с сообщениями о оминировании зданий Людей пришлось выводить из аэропорта Храброво, а также всех торговых центров и кинотеатров Некоторые интернет-порталы связывали эвакуацию калининградцев из кинотеатров с началом показа скандальной ленты фильма Алексея Учителя «Матильда» По одной из рабочих версий, звонки о минировании поступали по интернет-телефонии стран ближнего зарубежья Сообщили корреспонденту Руград ЕУ глава региона Антон Алиханов Он также добавил, что в правоохранительных органах отмечает сходство поведения злоумышленников с тактикой, которая была реализована в области в начале сентября Но в этот раз звонившие сделали акцент на минировании кинотеатров Партнер рубрики «Тема дня» группа компании «Ваш Ломбард» Ну и к другим темам в областном правительстве продолжаются кадровые перестановки В пятницу вице-премьером по вопросам социальной сферы был назначен Илья Баринов Это решение озвучил Антон Алиханов Он будет продолжать курировать вопросы социальной сферы Это образование, здравоохранение, социальная политика и защита прав детей Министром здравоохранения региона станет Александр Кравченко Алиханов отметил, что он должен обратить особое внимание на лекарственное обеспечение населения За образование в области продолжит отвечать Светлана Трусенева Губернатор поставил перед ней задачу обеспечить доступность качественного образования для всех жителей региона К чемпионату мира по футболу в область будут переброшены дополнительные силы Об этом сегодня во время рабочего визита в Калининград заявил министр России по делам гражданской обороны ИЧС Владимир Пучков Вместе с Антоном Алихановым они обсудили комплекс дополнительных мероприятий по подготовке всех служб к чемпионату Ключи от новых пожарных автомобилей Владимир Пучков вручил только после того, как лично посетил поисково-спасательное подразделение в Зеленоградске И пообщался с работниками центра ГИМС в Калининграде А на совещании в правительстве вместе с Антоном Алихановым они обсудили работу по усилению пожарно-спасательного гарнизона Дополнительно по линии МЧС России сюда поставляется самая современная техника, экипировка, оснащение Впервые на боевое дежурство ставятся специализированные мобильные группы на мотоциклах Внедряется беспилотная авиация, будут поставлены робототехнические комплексы и многое другое Министр также заявил, что все реагирующие подразделения переведут на новый график В Калининград перебросит резерв сил центрального аэромобильного спасательного отряда и воинские спасательные формирования Тем временем в автобусах и трамваях Калининграда начнут действовать электронные билеты Правда, только в конце 2018 года Сначала им можно будет воспользоваться в автобусах Калининград-Гор-Транс, а уже потом и у частных перевозчиков Ну а теперь наша постоянная рубрика короткой строкой, где еще больше полезной информации Партнер рубрики короткой строкой, магазины финской одежды, сампа и лухта Власти Калининграда купят 7 новых снегоуборочных машин Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Машков подчеркнул, что спецтехника будет иностранного производства Стадион в Калининграде может получить субсидии из федерального бюджета Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос финансовой поддержки содержания объекта Средства могут начать выделять уже с 2019 года Ранее губернатор Антон Алиханов пожаловался на то, что содержание стадиона обойдется областному бюджету более чем в 200 миллионов рублей На время ноябрьских праздников с 4 по 6 ноября расписание пригородных поездов изменится Так, 6 ноября в понедельник электрички будут курсировать по графику выходного дня С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги Сборная КВН Калининградской области не смогла пройти финал высшей лиги В полуфинале, который проходил в Театре Российской Армии в Москве, наша команда заняла 4 место Победила в игре сборная цирка из Москвы В Калининграде может появиться улица Еды Стритфуд планируют обустроить рядом с центральным рынком Продавцы еды расположатся по соседству с торговцами сувенирами Сообщается, что у владельцев точек будет доступ к водопроводу и канализации Партнер рубрики короткой строкой магазины финской одежды Сампа и Лухта Ну и в продолжение темы архитекторы предложили расширить дорогу в районе рынка до 6 метров И сохранить там брусчатку, а также создать аллею с почти двумя сотнями деревьев Архитекторы предложили сократить автомобильную дорогу по улице Бараново в направлении улицы Горького Проект также предполагает создание непрерывной пешеходной зоны от площади Победы до Верхнего озера Авторы предлагают создать и еще одну площадь у башни Врангеле Ранее в администрации города отмечали, что сейчас для пешеходов из 15-метровой улицы предназначено только полтора метра Со дня страшной аварии под Гвардейском прошло чуть больше месяца А двое пострадавших в ДТП до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии Наш телеканал запускает благотворительный телемарафон В прямом эфире любой житель области сможет помочь Валентине Адаричевой и Виктору Воротникову К сожалению, в этой аварии пострадали 9 человек, погибли 7 В их числе и Анна Маркина, которая находилась на седьмом месяце беременности В нашей студии побывал ее муж Олег Николаев в эксклюзивном интервью рассказал о том, как он переживает трагическую потерю своей семьи Как только дело доходит до ходьбы домой, у меня ноги просто отказываются идти домой туда и подниматься на этаж У меня просто... Ну так я как-то и стараюсь себя как-то в какой-то степени сдерживать Но все равно с трудом это все получается Когда они были живы, они ко мне каждую неделю приезжали Ну, к нам домой они приезжали все время Она потому что здесь работала в Калининграде на двух работах Она как-то чердовала работы А в пятницу старалась вечером после работы сразу к нам домой приезжать И вот сейчас я ей слово дал, что теперь я буду каждую неделю ездить уже к ним в гости Мы с Аней вообще познакомились очень неожиданно Нас познакомили наши общие друзья Я когда ее первый раз видел на телефоне Она мне там что-то пишет, вот ее подруга Я вот просто уперся в ее фотографии и не мог просто отвести глаз На первом месте она для меня стала героиней Потому что зная, где она работала, с отказничками И сейчас я ее очень сильно горжусь Я знал, что она будет очень хорошей мамой Когда Анюта и забеременела Сперва не стали вот называть малыша как бы уже настоящим именем А просто уместительно-оскательным называли кнопочкой Маленькая кнопка Потом уже когда мы сделали, вот это было за неделю до трагедии Сделали УЗИ Нам показали на мониторе девочку Очень красивая, с большими глазами Шикарная прям красавица Она нам улыбнулась в монитор Ручкой помахала Вот мы там вообще там были на пятнадцатом небе Отчасти Мы расписались все официально Но свадьбу хотели сыграть попозже У меня мечта была сыграть нашу свадьбу Как бы, чтобы я был в военной форме своей Там полностью в орденах и медалях своих Она в белом платье Я проводил ее в свадьбе платье и в военной форме Сейчас все говорят, знакомые и близкие друзья Жизнь продолжается Я вот не знаю, может она и продолжается Но для меня она остановилась Мне просто, как будто мне кусочек сердца Из меня выдернули и частичку души Да, я знаю примерно, что бы она мне сейчас сказала Типа, хватит с ума сходить Ты еще Тебе еще жить К нам в гости приезжать надо тебе будет Ну, не знаю Если она мне это сама лично скажет Хотя бы во сне Я послушаю ее А так Нет, я не смогу ей изменить Ну и это еще не самые интересные новости И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска На трассе Калининград гвардей Столкнулись военные грузовики и фуры Что стало причиной массового ДТП Насколько готовы стадионы для тренировок футболистов Сегодня проверил Александр Ярошук Активисты общественной организации инвалидов Просят калининградцев помочь им стать мобильнее К нам в редакцию они прислали свое видеообращение Ну а теперь полезная информация от наших партнеров Не переключайтесь, реклама пройдет быстро Вы смотрите служба новостей город и мы продолжаем Сосед замуровал калининградку с ребенком Мужчина сделал несколько швов на входной двери девушки Как рассказали в следственном комитете Он знал, что внутри находится мать с ребенком Заблокированными не оставались несколько часов Мужчину задержали Им оказался ранее судимый сосед Потерпевший мотивом преступления Послужила личная неприязнь соседей Возбуждено уголовное дело о других новостях В нашей постоянной рубрике «Место происшествия» Партнер рубрики «Место происшествия» Супермаркет автотоваров Автомол 39 На трассе Калининград-Гвардейск Столкнулись два военных грузовика и фура Мыши грузы устроили на дороге затор По всей видимости водитель первого грузовика Резко остановился А остальные не успели нажать на педаль тормоза Полиция и спецназ Росгвардии Крались по лесу несколько километров Чтобы задержать черных копателей Все произошло в окрестностях поселка Сосновка Яма, которую раскопали добытчики и нелегалы Находилась в самом центре леса И не просматривалась со стороны Копатели выставили посты по периметру Для того, чтобы оперативно узнать О приближении полиции Но это им не помогло Задержано 8 человек Полиция Гурьевского района Ищет водителя, который насмерть сбил пешехода По предварительным данным ДТП произошло на 29-м километре Трассы Калининград-Мамонова-2 С 12 по 15 октября Если вы стали очевидцем Или у вас есть хоть какая-то информация О виновнике аварии То позвоните по телефону Который вы видите на своих экранах Партнер рубрики «Место происшествия» Супермаркет автотоваров Автомол 39 Ну и к другим темам Активисты общественной организации инвалидов Ковчег просят калининградцев о помощи К нам в редакцию они прислали видеоролик В котором рассказали, что планируют приобрести автобус Который облегчит им жизнь И поможет исполнить мечты Предлагаем и вам посмотреть это видео Здравствуйте Я Марина Куликова Активистка общественной организации инвалидов Ковчег Города Калининграда Все участники организации инвалиды-колясочники Но каждый из нас делает огромный вклад Для того, чтобы изменить жизнь людей с инвалидностью К лучшему Всегда мы сталкиваемся с одной и той же проблемой Отсутствие своего транспорта Наличие своего транспорта Поможет нам выйти на новый, более динамичный уровень жизни Не только участникам нашей организации Но и людям с инвалидностью всего региона Сегодня нам нужна ваша помощь Мы проводим сбор средств для нашей организации На покупку туристического автобуса Который будет работать в режиме социального такси Спасибо всем, кто уже помог нашему проекту И тем, кто собирается это сделать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Для покупки автобуса необходимо 675 тысяч рублей Сейчас собрано почти 186 Если вы готовы внести свой вклад в приобретение То заходите на сайт планета.ру Там вы найдете проект по сбору денег И всю подробную информацию Или звоните к нам в редакцию по номеру телефона 555-085 Ну и тем временем моя коллега Кристина Булыцина Подготовила последнюю информацию из мира бизнеса и финансов Наш эфир продолжит дайджест бизнес новостей Здравствуйте, Алексей! Начнем по традиции с мировой новости Страны Азии впервые обошли США по количеству миллиардеров Эксперты насчитали там 637 богачей против 563 в Америке Тем временем цены на нефть будут расти По данным Всемирного банка в 2018 году за баррель будут отдавать 56 долларов То есть на 3 доллара больше, чем в этом году Это связано с ростом спроса, соглашением о сокращении объемов добычи нефти и стабилизации добычи сланцевой нефти в США В России собираются ввести страховку от киберрисков Об этом пишет коммерсант Полис информационной безопасности может стать обязательным с 2020 года для таких отраслей, как металлургия, машиностроение, судостроение, авиапрома, а также для банковской сферы Рабочую группу по этому направлению возглавит Сбербанк Центробанк снизил ключевую ставку С 30 октября она уменьшится почти до 8,5% годовых Также регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях При принятии решений банк будет опираться на оценку рисков отклонения инфляции И к новостям региона Спортивная школа Гуревска получила от правительства области 200 тысяч на развитие футбола Эти деньги пойдут на покупку формы, инвентаря или на поездку на соревнования До конца года аналогичные средства получат еще 4 учреждения В Багратионовске, Балтийске и Калининграде Алексей, на этом у меня все, передаю вам слово Спасибо, Кристина, предлагаю узнать, сколько будет стоить злоты в эти выходные И стоит ли ехать на шопинг в соседнюю республику Информация о курсах валют продолжает наш эфир Курсы валют на выходные Доллар США 58 рублей 8 копеек Евро 67 рублей 57 копеек Польский злотый 15 рублей 88 копеек Ну и еще одна приятная новость для горожан Стадионы «Локомотив» и «Пионер» практически готовы Об этом заявил мэр Калининграда Александр Ярошук Посетив эти объекты и на удивление остался довольным Напомним, спортивные арены откроют в 2018 году Спортсмены будут использовать их как тренировочные базы Перед чемпионатом мира по футболу Поэтому комиссии FIFA контролируют работы и следят за процессом Везде 95% готовности Осталось положить елкный слой асфальта Где-то еще там немного благоустройства навести Но тем не менее, самый главный объект поля Поля, вернее Что на «Локомотиве», что на «Пионере» видите, идет дождь И вы видели, мы открывали вам специально Как работает дренаж, как в Ниагарске водопад Высасывает все с поля, всю влагу и воду Также Александр Георгиевич рассказал о том, что ждет стадионы После мундиаля на «Локомотиве» сделают беговые дорожки И передадут его легкоатлетической школе А на «Пионере» планируют создать футбольную академию На календаре пятница Это значит, что пришло время рассказать вам Об особенностях обитателей Калининградского зоопарка Посетители часто задаются вопросом Почему тигры живут в разных вольерах И в одиночку, а львы в одном и целом семействе У зоологов есть ответы на все эти вопросы Подробности в нашей постоянной рубрике «Загадки животных» Львы и тигры Казалось бы, и те, и другие относятся к семейству кошачьих Но на самом деле эти большие кошки совсем разные В Калининградском зоопарке живет два амурских тигра Самка Таня и самец Тайфун Ему 15 лет, а ей 14 Несколько раз зоологи соединяли полосатых кошек Но безуспешно В природе тигры ведут одиночный образ жизни Они обитают одни на своей территории, в которую никого не пускают Обычно у тигриц площадь территории 20 квадратных километров У тигров в 4 раза больше Только изредка они Встречаются с самками, а не только в брачный период, где-то весной Буквально на две недели И делают они это для того, чтобы обзавестись потомством После испаривания тигр уходит А если и решает остаться, то самка его выгоняет со своей территории Дело в том, что родившихся тигрят самец может не признать и убить А львы, в отличие от тигров, хорошие отцы и семьямины Они исключение из всех кошачьих, как по внешнему виду Сразу льва можно самца отделить, отличить от самки Так и по поведению Они образуют семейные группы, прайды И поэтому живут всегда вместе В нашем зоопарке тоже есть свой прайд Глава семейства Бонифаций, его самка Тиса и их дочь Лея Кстати, воспитывают и обучают детенышей в основном львицы По достижении двухлетнего возраста молодые самцы изгоняются из прайда Чтобы не создавалась конкуренция Даже несмотря на такие серьезные различия И львы, и тигры, как и все кошки, очень любят резвиться 4 ноября в 13.50 вы сможете увидеть, как они играют с тыквой Не стоит удивляться В тыкву киперы спрячут любимое лакомство животных Мясо Приходите Пятница – самый лучший повод для радости Наша съемочная группа отправилась на Площадь Победы Чтобы узнать, чем сегодня удивлялись калининградцы И какие у них хорошие новости Партнер рубрики «Хорошие новости» Юридическая компания «Ваше право» Эвакуэрли колледж И я оттуда вышел наконец-то У меня исполнилось рождение вчера Просто замечательный праздник души Очень много поздравлений Погода вот мне нравится у нас замечательная Наша стандартная Вот вас встретил тоже какое-то событие замечательное Вообще все хорошо Покушаем Вкусно покушаем У меня растут внуки Очень замечательные мальчишки Я довольна ими Довольна детьми Сын ходит в моря Уже взрослый Тоже очень довольна, помогает Я была в замечательном путешествии По трем странам Приехала с прекрасным настроением Ой, так мы приехали сюда В Калининград, из Барнаула Алтайский край Нам все очень нравится Все хорошо Может, только один позитив Очень красиво Очень европейский такой стиль Главное тепло Много зелени В Бажа Ньюсон Расписались В декабре будут Венчаться Партнер рубрики Хорошие новости Юридическая компания Ваше право В выходные в город Возможно придет потепление Заявили синоптики Сбудутся ли обещания Узнаем из прогноза погоды На выходные Спонсор прогноза погоды Компания Пластхаус В Калининграде 28 октября Плюс 7 градусов Малооблачно 29 октября Плюс 7 градусов Облачно 30 октября Плюс 5 Облачно Без осадков В Гданьске 28 октября Плюс 8 Малооблачно 29 октября Плюс 9 Градусов Дождь 30 октября Плюс 8 Градусов Дождь В Вильнюсе 28 октября Плюс 4 Облачно 29 октября Плюс 2 Облачно 30 октября Плюс 2 Градуса Облачно Без осадков Спонсор прогноза погоды Компания Пластхаус Внимание телезрители Первого городского У вас есть возможность стать нашим постоянным соведущим Первый городской ищет талантливых поваров Которые готовы делиться своими домашними рецептами Для этого достаточно снять весь процесс приготовления на мобильный телефон И прислать видео к нам в редакцию Давайте познакомимся с нашей новой героиней Ее зовут Ольга Которая предлагает приготовить вкусный осенний десерт по ее рецепту Все, внимание на экран Всем привет! Кто любит тыкву И у кого она есть Можно сделать Такой вкусный десерт Тем более тыква очень полезна Если желаете, посмотрите Тыкву почистила Сначала помыла Почистила Нарезала вот такими кусочками Затем беру растительное масло Если растительное масло не желаете Можно просто сливочное масло И потом положить на кусочки Я делаю так, чтобы быстрее было Перемешаю руками Чтобы все куски были в масле Для чего это делается? Для того, чтобы сахар потом Весь кусочек как бы облепил Теперь сахар Можно, конечно, сразу Каждый кусочек сахар На кусочек положить масло Но я сделаю быстрее Перемешали И выкладываю на противень В разогретую духовку Помещаю На режим верх-низ Третий уровень 190-200 градусов Где-то У меня 190 стоит 30 минут ждать Смотрите, запеклась У меня в духовке Она стояла 20 минут Вынимаю Она уже остыла у меня немного Видите, не прилипает Если будете делать Я не сказала Нужно обязательно застелить Либо бумагой пергаментной Либо фольгой Чтобы не прилипало Вот такая вкуснота И красота получается Десерт обалденно вкусный Повторяюсь И повторяюсь, что очень вкусно Ну, действительно Вкусно, полезно Ну, может быть, немного сахара Как много сладости Но это можно регулировать И добавлять сахар по вкусу Если не любите свиносладко Много говорю До новых встреч Всем здоровья Доброты Тепла И уюта Пока-пока Молодежный драйв И страсть к яркой жизни Стиль Спорт Шик Это кроссовки и кеды На необычных подошвах Дополненные меховой отделкой И металлическими элементами Фирменный магазин Кедда Готов рассказать калининградцам Про тренды этой зимы Добрый день Нам нужна зимняя обувь Поможете нам подобрать? Здравствуйте Проходите, пожалуйста Мы все подберем вам В этом сезоне Мода будет направлена На элегантность Аккуратные женские ботиночки С декоративными элементами Шнуровкой И, конечно же, блестками Для мужчин в тренде Классика или модерн С обязательными Спортивными вставками Актуально сочетать Несочетаемые Например, кроссовки С классическими брюками А также Быть ярким И немного эпатажным Эта модель Представлена в детской И во взрослой линейке Они могут быть сделаны Из разных материалов Либо гладкая кожа Либо нубук Либо сглаженный материал Это материал Искусственный На основе натурального хлопка На который нанесена Полиуретановая пленка Это очень прочный материал Он не трескается За ним легко ухаживать И он имеет Очень богатый внешний вид Подкладка Сделана из натуральной Овечьей шерсти Либо эко-шерсти Это смесовый материал Синтетики И натуральной шерсти Такая подкладка Очень теплая Износоустойчивая В каждой модели Съемная стелька Подошва сделана Из современного материала ТЭП Который не стирается Не деформируется Не скользит И морозоустойчивый Все эти характеристики Делают эту модель Очень удобной Комфортной При зимних прогулках В этом сезоне Металлические оттенки Пользуются большой популярностью Огромным преимуществом Этой зимней пары Являются натуральные материалы Натуральная кожа снаружи И натуральная шерсть внутри Пара выполнена в базовом Темно-коричневом цвете Из АК-кожи И дополнена вставками Из натуральной замши Зимние кеды Утепленные шерстью Хорошо защищают от холода Дизайн завершает Гибкая подошва Из термопластичной резины Секрет этих необычных сапожек Заключается в том Что верх модели Выполнен из ПВХ Дополненного уникальной Отделкой под АК-кожу Зимой и холодной осенью Эта пара надежно Защитит вас от влаги И с лякоти Модель выполнена В модном цвете Кэмл И дополнена Супертеплой подкладкой Из АК-меха Которая обладает Высочайшими Теплозащитными свойствами Модель выполнена Из актуальной натуральной замши Которая обладает Воздухопроницаемостью И защищает ноги От запотевания Мягкая и уютная Подкладка из АК-шерсти Защищает ноги От замерзания Благодарим вас за покупку Носите с удовольствием Приходите к нам еще Кедда Это нечто большее Чем просто обувь Это мода городских улиц Динамичная И дерзкая Приходите за удобной И качественной обувью В Кедда В торговый центр Эпицентр Второй этаж И это все новости О которых мы успели Рассказать вам сегодня Напоминаю Что если вы стали Свидетелем интересных событий То обязательно Звоните к нам в редакцию По телефону 555-085 В студии работал Алексей Колодкин И хороших вам выходных Генеральный спонсор Службы новостей Город Сеть аптек Аптека для бережливых Заботьтесь друг о друге Как аптека для бережливых Заботится о вас Редактор субтитров А.Семкин